Девушки отдыхают В свое детство, отца, я вовлю себя на мысли, что наша жизнь состояла из долгих расставаний, коротких встреч, его работа, отъезд в Италию, 4 года в ожидании свиданий и, наконец, после года жизни в месте его смерти. Девушки отдыхают 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 последний дом вашего отца в россии эта квартира вы помните людей которые сидели вот за этим столом да кто это был кто из гостей я даже имею ввиду данный случай кого вы помните ну за этим столом сидел очень большое количество людей застойвали практически каждый вечер поэтому другие знакомых было много ну актеры друзья писатели стругацкий к 1 танч бывал очень часто высоцкий приходил по праздникам пел песни были очень интересные люди постоянно очень интересные беседы интересные разговоры я с еще и совсем маленьким ребенком за этим все слушал прислушивался следил потом мне это очень помогло в жизни а вы помните момент не знаю вот как как сцена может быть как кадр как вспышка что угодно вот ваше первое воспоминание об отце когда вот вы его помните самым самый маленький какой-то вот там сам сам там самое первое ваше воспоминание не интересный вопрос как не задумывался об этом наверное это было еще на старой квартире мы переехали сюда 70 четвертом году 75 то есть он я родился 70 году мы ему четыре года на мы жили тогда на друг другом месте и я помню как он мне держал на руках и показывал книгу я не помню какую-то книгу с живопись скорее всего он всегда показывал детстве и я часто сидел у него на столе или на руках или на столе его письменном столе это было на орлово-давыдовском переулке квартире и следующее уже воспоминание у меня наверное связаны с ним это со съемок зеркала я меня брали туда тоже время не снимали в тучкова на натуре футер горчаков я помню что я сидел как бы этот сарай рига амбар был вдалеке в поле группа как бы камеры стояла перед домом и я сидел вдоль стены прижавшись и домогался с когда скорее зажгут портала вот это я помню достал всю группу постоянно повторяю когда пожар когда пожар я помню от маме вот наверно первые воспоминания детские отца и первым первым моего участия на а Как с ребенком проводил? Из старших? Моя бабушка. Бабушка мамина? Мамина, потому что мама посвятила свою жизнь отцу, она была его ассистентом на площадке, она работала с ним, поэтому когда отец работал, его не было, их не было никогда дома, то есть мной занималась моя бабушка. Складывались отношения с бабушкой, дедушкой, папинами, с Марией Ивановной и с Арсениным Александровичем? Мария Ивановна приходила, она навещала нас довольно часто. С дедушкой я не так часто встречался, но когда отец ходил навещать его, я несколько раз напрашивался и виделся с ним здесь, он и во московской квартире, а также уже в Переделкино, где он жил довольно долго, у него комната-то была? Да-да-да, это комната. А какие у вас воспоминания о дедушке Арсении? Каким он был? Мне казалось, что он очень добрым, ласковым человеком, то есть постоянно они говорили с отцом, беседовали, я так со стороны наблюдал за ним, мне казалось, что он очень интересный человек, то есть мне бы хотелось много расспросить, но я не мог, не смел, потому что отец относился к нему с огромным пиететом, соответственно, я тоже, когда дедушка говорил, надо было молчать и слушать. То есть вот такого, чтобы вот деда там на колени запрыгнуть, нет, 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 такого не было. Ну, у меня, в принципе, и с отцом тоже особо не было такого, он не любил сюсюканье, он вообще-то к детям относился очень, с моей точки зрения, правильно, он никогда не говорил с детьми по-детски, он говорил все равно со мной, как со взрослым человеком. У нас было часто, мы гуляли, он брал меня на прогулки, особенно здесь, вот на Ленинских горах, в деревне, в мясном доме, где он купил, который в 70-м году. И он постоянно говорил, он человек был чрезвычайный, такой коммуникабельный, он очень делился своими впечатлениями, идеями, эмоциями, за столом с друзьями, ну и, соответственно, тот, кто был рядом, это был я, ребенок, сын. И он говорил, рассказывал, очень много интересного, много я не понимал, естественно. Ну и его это не волновало. Ну, знаете, это как бы откладывается подсознание, потом мне это все-таки очень помогло, все это вспомнилось, выходило, когда нужно. Ну, вот такое отношение, как бы рассказывать, делиться, не учить, а говорить, что правильно, что неправильно, какая музыка красивая, почему, какие деревья, какая природа, как смотреть на природу, почему это красиво. То есть, это было очень интересно. Мне кажется, что драматизм нашего времени заключается в том, что мы находимся в огромном отрыве, мы находимся в конфликте между своими духовным развитием и материальным, технологическим. Что-то не так в нашей культуре, вернее, в цивилизации. Что-то в корне неправильно, мой мальчик. Ты, наверное, считаешь, что нужно сначала изучить проблему, затем всем вместе искать пути решения. Возможно, это было бы реально, если бы не было так поздно, слишком поздно. Господи, как я устал о всей этой болтовни. Слова, слова, слова. А музыку он включал на пластинках? Да, да, на пластинках. В общем, Баха, естественно. И с детства это были «Страсти по Матфею», его любимое произведение. Ну, наверное, в годах три-четыре я наизусть знал. «Страсти по Матфею»? Постоянно, да, доставил, устраивал. Потом спрашивал, что это, откуда, пишу, это заряд читать их, откуда, какой части и так далее. Так что... Естественно, что касается, как бы моих вкусов к живописи, к музыке, естественно, это привил мне отец. Устал. А вы помните одежду отца? Ну, то есть, вот есть какая-то вот... Вот вы когда вспоминаете себя в детстве вместе с ним рядом, какая одежда в первую очередь его вам вспоминается? Ну, не знаю одежды, он был человеком очень элегантным, он любил красиво одеваться, у него был очень хороший вкус, то есть мог одеться просто, но все равно казался элегантным, понимаете, он никогда не выглядел как-то неадекватно или там... Неряшливо. Неряшливо, да, скажем так. Поэтому он всегда был очень интересный одевался, поэтому всегда он выделялся среди людей. Вот он, например, по улице, когда он ушел, он абсолютно отделялся от толпы. Ну, это еще не сколько было его... Казалось, наверное, его вкуса, сколько его ощущения свободы. То есть, человек был удивительно свободный внутри, и он это было видно, это чувствовалось, да, что человек был абсолютно свободный. Он об этом говорит часто, да, что хочешь быть свободным, будь им, да. Но это, может быть, казалось на словах, но в жизни он был именно таким. Это, наверное, было одной из самых его характеристик основных и интересных, что люди тянулись с ним, потому что он был абсолютно... не чувствовал себя за тем, вот казалось бы, Советском Союзе, да, и так далее. Он был чрезвычайно свободный человек. И это было видно, это чувствовалось, это кого-то ему это нравилось, кого-то это раздражало. А кто дома, вот негласно, неважно, в старой квартире или в этой квартире, кто был главным? Вот чье слово всегда было? Мама или папа? Или бабушка? Бабушка. Мама, мама. Мама, мама. Ну, главным не в смысле приказов, а главным именно человеком. Она была удивительно добрый человек и мудрый, несмотря на то, что она была очень простая женщина, работала с 14 лет. И отец всегда прислушивался к ней. И вот любые конфликты, которые возникали в доме, любые, как всегда, это бывает везде. Когда бабушка как бы вступала в разговор, все это как бы все рассасывалось, моментально приходило в норму. И, ну, естественно, конечно, отец, который был главным. А бабушка любила, когда гости к вам приходили? Да, да. Она очень любила готовить, так же, как и мама, естественно. Что готовила? Любила людей. Ну, русская кухня. А что было самое? А у вас что было любимое из еды? У отца были любимые пироги и блины. Пироги и блины? Да. Которые бабушка или Ларис Павловна делила? Бабушка, нет, Ларис Павловна. А пироги с чем? Не знаю. Разные начинки были. Что было в тот момент? Мясо, грибы, капуста. А из друзей отца или мамы? Из друзей? У нас было очень много, у них было очень много друзей. А из друзей отца или мамы у нее были какие-нибудь любимые из тех, кто приходил в гости, она всегда была им очень рада? Из друзей? У нас было очень много, у них было очень много друзей. И они, честно говоря, всем были очень рады. То есть, они не могли провести несколько дней без общения, без кого-то в доме. Были какие-то постоянные гости, даже уже не гости, а люди, которые иногда приходили, останавливались, останавливались, жили несколько дней. У нас был очень открытый дом. А кто был самый шумный из гостей? Ну, это я не помню. Я в определенный момент уже уходил спать. Мне нужно было вставать в школу. Ну, честно говоря, я не могу сказать, кто из самых. Зависит от состояния. Застолье. Потом, кто начинал шуметь, а то уже зависит. Застолье. 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 момент когда ваш папа и мама уезжают на съемки в италию для съемок скачать сначала время путешествия потом уже ностальгия до время путешествия был 79 это отец поехал один они снималась летом с июня по август и он потом вернулся они это было время написания сценария ностальгии они работали и за ними просто следующее шел оператор с камерой и снимал их путешествие по италии где они выбирали лекарствия Тони, я думал много над тем, что ты мне сказал По поводу тех, ну что ли, проблем Ты знаешь, у меня впечатление очень сложное У меня все смешалось, понимаешь То, что было вчера У меня возникает такое впечатление, что я видел это неделю там и назад То, что с нами, там, где мы путешествовали месяц тому назад У меня, так сказать, ощущение возникает, что это было только что Все смешалось, и время, и пространство, и все Потом отец вернулся, и он уехал в 82-м году уже на съемке ностальгии То есть с 79-го, 82-й были длинные, долгие и нудные переговоры По копродукции, подготовке фильма и так далее Только в 82-м году он уехал в марте Ну вот этот период, это первый уже такой момент, когда вы надолго остались без папы Здесь Как вы вспоминаете это время? Как вам жилось без него? Ну, во-первых, когда он уехал в 82-м году, он уезжал просто на съемки Картины, понятно, что он уезжал где-то на год Ну, я привык, что он уезжал, часто уезжал на съемки Прочти год он жил в Таллине, когда снимался с Талкера Но проблемы начались, когда фильм был закончен Когда началась травля со стороны советских картин в Каннах И его решение остаться Ну, в тот момент он понял, что он уже не может вернуться в Россию Потому что он не будет работать У него был выбор между работой и возвращением к семье А я выбрал работу, естественно, как настоящий художник А вы это понимаете? Внутренне принимаете это? Я это понял и принял даже тогда Как-то он спросил Мы говорили по телефону почти каждый день Общались с ним И, естественно, нельзя было это Несмотря на то, что, конечно, хотелось быть с ним рядом Но я просто с тех пор прожидал момента Когда мы с ним увидимся, когда я смогу уехать Я никогда не умел отделить свою собственную жизнь От фильмов, которые я делаю Для меня картины всегда были частью моей жизни вообще Для того, чтобы сделать какую-то картину Мне приходилось всегда делать какой-то выбор Жизненно необходимый, жизненно важный И для меня кино – это не профессия Это моя жизнь И каждый фильм для меня – это поступок А вы же все это время в школу здесь продолжали ходить? Да, да А в школе одноклассники, учителя Они знали, что вот вы сын Тарковского? Да, да, но все вели себя очень лояльно Я учился в этой школе с первого класса Как бы меня знали Никто никак не высказывался И не показывал каких-то негативных вещей А среди учителей не помните, были, например, поклонники отца? Нет, этого я не помню Нет, нет Ну, тогда со мной на этой теме никто не беседовал в школе Наверное, может быть, и были, конечно А что мама с папой, когда они принимают решение остаться в Италии? 83-й, да, получается, это год? Да, 83-й, наконец, 83-й А какие вот слова наши реальные? Что они вам говорили по телефону, когда звонили? Совершенно же было непонятно, когда разрешится эта история И вам разрешат с бабушкой туда выехать Что они вам говорили? Ну, они просто говорили, что мы скоро увидимся Что все будет хорошо Что надо потерпеть И переждать этот момент Ну, я терпел и ждал То есть, как бы, мы не обсуждали это Но все, как бы, верили и надеялись Что мы рано или поздно увидимся Но уже там, что нас отпустят А кто из друзей приходил поддерживать? Из друзей отца приходили люди? Ну, вот самая ситуация сложная И, можно сказать, неприятная была в тот момент Когда он принял это решение Многие друзья, многие люди просто отвернулись и исчезли Из тех, кто в дом приходил? Ну, естественно Ну, конечно, это было страшно в те времена еще, понятно Люди боялись Еще Советский Союз И это было самое, конечно, неприятное Некоторые не здоровались на улице, отворачивались С вами? Да Люди, которые были за этим столом Домберез А? Серьезно? Да, да Ну, вот, я, как бы, не обвиняю Потому что, действительно, люди боялись просто Потому что они... Такой же ребенок Страх есть страх Советский Союз Сейчас это забывается Но тогда были сложные времена Сейчас это немножко странно, может быть, показаться Но тогда это, наверное, было уже Не случилось не только со мной Вот И было жить в неком вакууме Было довольно сложно Эти четыре года, естественно, без родителей Довольно тяжело Еще, конечно, тяжелее было приехать Встретиться и узнать Что отец, что у него рак И что он бессмертельна боль Ну, наверное, это было одной из причин Которой меня отпустили Несмотря на телеграмму франца Миттерана Президента Франции И который просил Горбачева В моем выезде Но в любом случае Все это было довольно быстро И было большим шоком А вы этих людей Которые, я на секундочку вернусь просто назад Которые бывали в этом доме А после отъезда отца Не здоровались с вами на улице Вы их всех помните? Не всех А вы простили их внутренне? Конечно Ну, зачем-то из злой Это понятная ситуация была И как бы Больше не общаюсь А кто поддержал? Вот были коллеги Не знаю, режиссеры, артисты Художники, неважно Были, были, конечно А кто в первую очередь? Ну, в первую очередь Например, Сережа Борожанов был Которого самого судьба Которого самого судьба очень тяжелая Я помню, когда отец уже был там Он остался И Сергей как раз вышел Его отпустили Он вышел из тюрьмы Он приехал в Москву Праздновать Он приехал сюда Мы сидели здесь И стал Потом взял меня И еще с друзей знакомых Поехали праздновать в ресторан Его освобождение Был замечательный вечер А кто еще кто? Ну, я сейчас не помню Но были люди Многие люди Которые Истинные друзья Которые Остались Отец любил Параджанова? Да Они дружили Они очень уважали Любил его творчество И Параджанова Соответственно Какой он был человек Вы его каким вспоминаете? Параджанова? Да Ну, удивительный человек Как и Луфи Человек талантливый был во всем Он постоянно находился в процессе Создания чего-то У него в руки постоянно что-то делали Сидел за столом И Говорил с вами А между тем делал Какой-то колляж Потом удивительный Потрясающий колляж Возникал У него На бумаге Или сделанные салфетки Ну, такое Чрезвычайно творческая личность Очень интересная Красочная Яркая Просто Антипод Того периода Той поздний Я всегда За огромной благодарностью И с удовольствием Вспоминаю Фильмы Сергея Параджанова Которые я очень люблю Способ мышления Его парадоксальный И поэтический Его умение Любить Красоту Его умение Быть совершенно свободным Внутри собственного замысла Можно перед тем Как мы Вернемся к истории К тому моменту Когда вас все-таки Выпустят за границу И вы с бабушкой Сможете поехать К отцу и к маме Мы вернемся к картинам Которые все-таки Снимались еще здесь Солярис Он снимал Вы совсем были маленьким Когда Я родился Да, в 70-м году Поэтому Солярис Уже был подготовитель В подготовительном периоде Я прошу заранее Прощения Я уже до начала интервью Просил прощения Несколько раз И сейчас прошу прощения Что я вас буду спрашивать Про картины Сына режиссера И все-таки Ну то есть я Ну вы же Остаетесь зрителем Конечно Все равно Солярис Относится к числу Ваших любимых картин отца Да Я сейчас объясню Почему Я увидел Солярис Первый раз Я немного слышал Постоянно Ну понятно Все говорили о Солярисе И так далее Домь Фотографии Рассматривал Но фильма не видел Ну не было Фильма Его не было в прокате Он не шел Не было видеокассеты В тот момент Я не мог его посмотреть И тут как-то в газете Не помню Какой это был год Наверное Восьмидесятый Может быть Мне было лет десять Одиннадцать Восьмидесятый Еще отец был Здесь Я в какой-то газете Увидел Что в каком-то Подмосковном киноте Где-то идет Солярис Показывает Я говорю Так Отведите Можно Нет Далеко Так Отвезите Меня В общем Я настоял Я поехал Посмотрел Я приехал И помню Что Заболел Я слег После того Где-то неделю У меня была температура И И постоянно Вот это Такое Болезненное состояние И кадры С фильма Я возникал И Тут Это наверное Первое Мое Такое Встреча С фильмами Тарковского Как Зритель И Вот это Чувство Вины И Чувство Героя Криса Меня поразило В тот момент Я после этого Прочитал И книгу Но естественно В книге Я не нашел Того Что было В фильме И в какой-то степени Он мне дорог Этот фильм Потому что Это мой первый фильм Который я видел Фильм своего отца Тем более Без всяких Скажем Требований Или там Показов Потому что Понятно Да Я был На просмотре Зеркала У меня было Тоже Пять лет Но это был Просмотр Я был ребенок И у меня Остались Какие-то впечатления Но чисто Такие Визуальные А Солярис Это был Первый фильм Который я посмотрел Как-то По-своему По-детски Полный зал был Честно говоря Не помню Нет А реакцию Зрители помнят Нет Не помню Я вообще Не смотрел На зрителей Я как бы Настолько Был в фильме Что я даже Не помню Как Папа очень переживал Из-за того Что Лем Так Не понял Однозначно Не понял Картину И все это Не очень гладко Смотрел Ну ему было Да Жаль Но в принципе Он сделал Свой фильм Да Он хотел Чтобы Лем Участвовал Больше В этом проекте Проект Много лет На нем Он уже Думал о Солярисе Во время работы Над Рублевым Первая идея Была в 65-м году То есть Процесс работы И подготовки Фильма Было довольно длинный Не было Какой-то такой Идеи Как некоторые Говорят Проходной картины Это что-то Что его интересовало В течение многих лет И Естественно Ему было Не то что обидно Просто он Сожалел о том Что Лем не понял Его идеи Фильма Ну естественно Они очень отличаются Кто читал романы Кто Видел фильм Что это Очень разные вещи Поэтому Я не думаю Когда читаешь Публиковали же Отчеты Заседаний В Госкино На приемке Картины Когда читаешь Список Правок Которые Госкино Или кто-то там Требовали От вашего отца К Солярису Чтобы главный герой В нем не видно Значит Приверженности Идеям Марксизма Ленинизма Да-да Из какого строя Он летит Из какого строя Он летит И почему Он из него улетает Да Как это вообще Все Ты когда читаешь Это вот спустя Там Пятьдесят лет У тебя волосы На затылке Шевелятся От ужаса Вообще А что Отец ваш В этот момент Вообще чувствует Как он Переживает Это все Это весь ваш фильм Да Это все Но мы ничего не поняли Вы сняли облака Почему вы снимали Одни облака Это наверное Туман О котором я Говорил Сильный человек В этом смысле Понимаете Чтобы сделать Свои картины Которые он сделал Здесь Это уже чудо В Советской Союзе В эту эпоху И такие картины Надо быть очень сильным Надо доказывать Свою правоту Надо отстаивать Каждый проект Там ведь как было Сначала заявка Строять заявку Потом строять сценарий Потом Потом фильм Но тем не менее Он имел эту энергию Силу Которая дала ему Возможность Реализовывать Свои проекты Свои 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 видения Тем более все фильмы Которые он сделал Они как бы Там Сделаны полностью По его желанию Никогда не там Не спускался На компромиссы Это все было Именно сделано Так как он хотел И как он это видел Это очень важно И естественно Это его изнуряло Изматывало Это была постоянная борьба Это постоянно Это было ужасно Для него Для его здоровья Для его работы Но тем не менее Он говорил о том Что художник Не только должен быть Как бы Талантливым И снародным Но также должен защищать Свои видения Свою работу Свои труды И у него была Эта сила Конечно Это его изнуряло И конечно Все эти перипетии Все эти Двадцатилетняя борьба Не Не отразилось На его здоровье Наверное На его судьбе Можно я про зеркало Еще спрашиваю Про которое мы уже С вами начали говорить Я заранее прошу прощения Если вы не захотите Про это говорить Можно не говорить Георгий Иванович Рерберг С которым Уже потом Судьба развела Вашего отца И собственно его Вы помните его на зеркале И как они Как они между собой Общались Как складывалась Их работа Очень хорошо Они замечательно общались Это был интересный Творческий человек Их зеркало По-моему Вообще гениальная картина С точки зрения Императорской И режиссерской Поэтому Там 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 Это Мерко сказано Да Там Как бы Вообще Не к чему придраться И мне кажется Что Фильм замечательный И они дружили И после После дружили Даже они общались После того Как они разошлись Со сталкером Да Там Возникли проблемы Но Это как бы Творческий вопрос Что касается Двух творческих личностей Двух творческих людей Который Рерберг Тоже был То есть Но Зеркало По-моему Замечательно И работали Они Вместе Очень плотно И плодотворно Они были друзьями Вот Говорят Что Перед тем Как Пропал Вот тот Самый Первый Вариант Сталкера Которым Еще работал Рерберг Какие-то Кусочки Какие-то Фрагменты Того Что было Снято Кто-то Видел Это Действительно Сильно Отличалось От того Чем Сталкер Стал В финальной Уже Там Второй Версии С третьим Оператором А вы Видели Вот тот Сталкер Нет Я ничего Не видел Я не знаю Кто это Видел Вообще Откуда Эти кусочки Я знаю Что в Сталкере Первый Сталкер Осталось Один кадр Это Вода Песок И ветер Который Дует Над этой Странным Озером Все Остальное Нет Я не Видел Я даже Не знаю Где Эти Кусочки Я знаю Что этот Материал Был Который Был Засвечен Испорчен Этого То есть Эта Пленка Брак Были Какие-то Я видел Некоторые Кадрики Просто Фотографии Размытые Темно-синего Какого-то Странного Оттенка Видно Что это Просто Какой-то Технический Брак А пап Тяжело Переживал Ссору С Разбудом Он Тяжело Он Все Тяжело Переживал Особенно Ссору С друзьями Которыми Он Всегда Работал С людьми С которыми Через Картины В картину С одними Теми Жили Практически Поэтому Считал Людей Своими Соратниками И Конечно Переживал Тяжело Тем Не 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 В Этому Смысле Он Должен Был Сделать Фильм Он Только Как бы Посвящал Себя Своей Творчестве Своей Работе Для него Первый Стоял Это Фильм Это Работа Не Одни Взаимоотношения Он Готов Был Принести В Жертву Это Да Какой-то степени И Поэтому Все Эти Проблемы Не Только Скажем Так Бюрократические Цензурные Вопросы Он Перерывал Очень Сильно Все Он Был Человек Очень Чувствительным Он Хорошо Держал Удар Но Все Равно Это В Какой-то Степени Внутри Отражался И Ранил Очень Сильно Человек Очень Иронимый Он Был Сильно Иронимый В то Одно Тоже Поэтому Это Все Было В нем А вы Не Встречались Потом С Георгием Валычем Нет Мы Встречались В Париже Помню Встречались В Париже И Тогда Еще С мамой Георгием Ивановичем А что Была Встреча Это Была По-моему Выставка Посвященная Отцу Или Было Его Выступление В Париже Он Бризал Где-то Наверное В конце Восьмидесятых Годов Без не Ошел Но Они Но Они Долго Сидели Разговаривали С мамой Выседовали Я Поздоровался Мапа Он Меня Помнил Только Ребенком И я Его Помнил А Мы Там Много Не Видели А Как Бабушка И Дедушка По Папе Мария Ивановна И Простение Александрович Восприняли Картину Зеркало Как отец писал Вы Помните Дневники Когда Мысли Он сказал Ах Как же Ты Нас Сделал Он Говорит Они Может быть Не совсем Поняли Как я Сам Себя Сделал То есть Да Это Фильм Очень Искренний Но По-моему Это Вообще Фильм Удивительный Посвященный Матери Посвященный Родителям Вы Считаете Что Он В чем-то Виноват Да Нет Это Он Так Считает Оставьте Меня В покое Простите Вы Что-то Сказали Оставьте Меня В покое В конце Концов Я хотел Быть Просто Счастлив Вообще Все 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 Творчество Отца Это В какой-то Степени Как-то Перерожденный Поэтик Арсения Тарковского Да Наверное Не было бы Андрея Тарковского Без Арсения Тарковского Это Это Ясно И Снится Мне Другая Душа В другой Одежде Горит Перебегая От робости К надежде Огнем Как спирт Без тени Уходит По земле На память Гроздь Сирени Оставив На столе Дитя Беги Не сетуй Над Ивредикой Бедной И палочкой По свету Гони Свой обруч Медный Пока Хоть В четверть Слуха В ответ На каждый Шаг И весело И сухо Земля Шумит В ушах Просто Корректор Типографии Без нее Естественно Творческая Личность Не развелась Она сделалась У нас была Очень трудная жизнь Мама Кончила То, что Сейчас Называется Литературным Институтом Раньше Были только Курсы Имени Брюсова Так же Как и Отец Они там Познакомились Но когда Отец Ушел От нас Мама Уже Не могла Заниматься Литературным Трудом И не имела Возможности Имея Двух детей На руках И она Она пошла Работать Типографию Корректора И по существу До самой Своей смерти До того Как она ушла На пенсию Она работала В первой Образцовой Типографии Имени Жданова Которого Находят В Москве На Воловой Улице И все То, что я Получил В жизни Все Что Все лучшее Что я имею В жизни Если Я имею Это Даже То, что я Стал Режиссером Даже То, что я Работаю В кино Стал Художником Все это Случилось Только благодаря Моей мати Благодаря Усилиям Которые Она Сделала Для того Чтобы я Стал Тем Кем я Я являюсь Сейчас И Чатались Великий Поэт Она Была Совершенно Не Публичным Человеком Вот Увидеть Себя На Большом Экране И ты Понимаешь Что Это Видишь Не только Ты Еще Тысячи Тысячи Людей Тяжелые Избытания Мом Там Керосинка Коптит Что Ну Наверное Наверное Это было Непросто Это Очень Тяжело Да Но Тем Не Мене Я думаю В конце Концов Она Простила И поняла Что Хотел Сказать Она Была Очень Неглупый Человек Она Была Чрезвычайно Талантливая Тоже Нежно Познакомились Дедушкой На Курсах Брюсовских Она Тоже Писала Но Она Все Забросила Когда Они Поженились Когда Начала Заниматься Детьми С тех пор Больше Не Брала В руку Опера Но Тем Нежно Чрезвычайно Талантливый Нед Человек Дедушка Нед Человек Человек Нед Человек Ал Боже Заниме Талантливый С 젊 Человек Пожеля Боже Боже Человек Человек Боже Человек Боже Человек Вы помните тот момент, когда было принято решение, что вам разрешают ехать в Париж в 1986 год? Как это было? Кто вам позвонил, кто вам сказал, что можно лететь? Сначала позвонил отец, если не ошибаюсь, а буквально через полчаса позвонили. Позвонили и сказали, что вы летаете послезавтра, это после четырех лет. У вас там сутки на собрать, на сборы. И приехали люди из КГБ, посадили нас в машину с бабушкой. Мне еще 16 не было, мне уже паспорт выдали. И благополучно все. Даже не водили по посольству, все документы были сделаны. И посадили в машину, мы проехались, вернулись, сделали фотографии. И билеты принесли на самолет. Я даже не успел попрощаться ни в школе с своими друзьями. А у вас было это, что это за чувство? То есть, ты улетаешь навсегда? Да, у меня было это чувство, что я улетал навсегда. Тогда, в то время, было понятно, что мы уже не смогли вернуться. И было довольно странно. А бабушка как это все пережила? Ну, бабушка, она была сильным человеком и мудрым, как я им говорил. Она пыталась как-то всех уговорить, улавить. Потому что, в принципе, она уже знала, что отец был. Мне не сказали, что он был. Здесь еще не говорили? Здесь мне не сказали. Мне сказали уже, мама, когда я приехал туда. Но об этом в доме уже знали. И я узнал об этом только после того, как мы с ним увиделись. Но все очень было быстро, хаотично и сумбурно. Я говорю, в течение двух дней были сборы, прощания. И мы вылетели. А вы улетали из Шереметьево? Из Шереметьево. А кто провожал? Провожала моя сестра. Ольга? Мой двоюродный брат Ольга, да. Нас долго очень мурыжили. А брат, житель Арсений провожил? Нас долго очень мурыжили. Не пускали. Потом все-таки посадили на самолет. То есть, ну, обычная процедура немножко поиздеваться перед отпуском. Перед тем, как отпустить. Вот. Мы прилетели в Париж. Там у нас было огромное количество журналистов. Нас как-то там обвели. Тем не менее, успели нас помучить фотографы. И Андрюш се трувай прощет и сур унутри планет. И уже мы встретились. То есть, меня встретила, у нас встретила мама. А потом уже дома лежал отец. Он в то время, не останавливаясь, были с гостями. Марина Владимировича, ее муж был в речи вращаться. Онколог. То есть, у него дома лежал отец. Мы там с ним и встретились. И вот фильм, о котором вы говорили, да, Крис Маркер. Там он как раз снимал вот этот мой приезд на Канал. Помните лицо мамы, когда она вас увидела в Парижском аэропорту? Да, да, она, конечно. Тоже была в шваке. Удивительно. Слушай! Ну, мы все были в шваке, естественно. Все было как в каком-то странном сне. О чем папа с вами стал говорить после первых объятий? Что первое, что он вам стал рассказывать? Он тоже был настолько шокирован, что он начал просто говорили какую-то вещь. Как ты доехал, как ты вырос, как ты... Эй, иди сюда, мой зубатик. Жаль, все родной. Ну, иди-ка, сейчас сюда. Сейчас, сейчас, сейчас. Боже мой, он совершенно не похож на себя. Ах ты мой хороший. Совсем на себя не похож на себя. Зубы-то выросли. А? Зубатки, а то... Зубатки. Даже зубатки, она совершенно не изменилась. А тебя будет изменилась, зубы-то не будет. Там было много людей еще. Четыре года у нас появилось. Четыре года, да. Четыре года. Потом, когда уже это состояние немножко спало, через несколько дней мы начали говорить. В тот момент это было все на эмоциях. Какой-то месяц. Это было 19 января 1986. А как они вам сказали про болезнь папы? Я сказал маму. Что сказала? Ну, она сказала, что... Они мне говорили, что у него воспаление легких. Но когда я его видел, я понял, что это не воспаление легких, потому что он лежал. Но, кстати, потом у него были сильные боли. И я замечал, что он с трудом двигается. И потому что уже у него позвоночник. И она... Я обиделся, но его раньше сказали. Честно говоря, почему сразу мне сказали здесь. Потому что я летел с одним чувством сюда, туда. А когда прилетел, там как бы было по-другому. Я бы, может быть, подготовился иначе к нашей встрече. Но, тем не менее, слава богу, у нас был год вместе практически. И мы смогли, в какой-то степени, пообщаться за это время. Кто, кроме мамы, из русских, может быть, или из французов, вот в последний год жизни, 86-й, кто были самые близкие люди для отца? Кто, кто, не помните? Ну, часто очень общались, например, с французской, французской. Наш друг Шарль Берде Брандт, он был директор нашего института в Париже. С самого начала, когда, после смерти отца, который организовался, журналист-писатель. Он до сих пор наш друг. И Володя Максимова был близкий друг, они дружили. Он постоянно навещал отца. Мстислав Ростропович приходил очень часто, тоже навещал. То есть, как бы, из русских людей. И потом, я помню, Роберт Брессона. Вместе с отцом получал здоровые родные сцены. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. 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 о котором мы с вами вспоминали уже, видно, что вот комнату, в которой он лежит, заставляют техникой, это все-таки телевизоры, мониторы. Наоборот, дорогой, ты совсем потом не подвинешь стола. Поляки, они очень хорошие. Тебе успокойся, не дышь. Гонор, гонор. Он активно занимался монтажом жертвоприношений. Он занимался звучанием, да, монтаж, как бы был уже практически закончен, сделал его в Флоренции, кстати. Монтировал, завершил его с Михаилом Решиловским, которым оставил, и Миша прилетал, показывал ему сделанные материалы. В основном, звук и последние вещи он делал в Париже. Я помню, они приезжали несколько раз, он доделывал картину, потому что продюсер был Анатоль Демон, с французской стороны тоже. Я помню, мы уже, кстати, вместе отсюда тогда, что лучше мы пошли насмотреть фильм перед Каннами. Это был апрель 86-го года, когда фильм, в целом, первый просмотр был, частный просмотр в Париже. Он работал постоянно, то есть он не терял как бы надежды, он постоянно писал, у него постоянно писал заявки на картины, на идеи для фильмов. То есть у него было постоянно много работы. Он доволен был в итоге жертвоприношением, сам? Ну, я не знаю, он никогда не высказывался о своих картинах, скажем так, мне нравится, мне не нравится, нет, он никогда не был. И мне кажется, никогда не был доволен полностью с моими картинами. Он всегда критиковал, находил что-то, что ему не нравилось, но, по крайней мере, я так думаю, что он сказал, и то, что он хотел сказать в этой картине, он сказал. Ну, это, наверное, фильм «Завещание», в какой-то степени, да? И он это, как бы, ему это удалось, и он сказал, что там, то, что мне нужно было, я сказал. А вы помните свои первые чувства, когда вы увидели последние кадры этой картины с посвящением вам, моему сыну Андрюше, с надеждой? Верой. Вы знаете, да, я помню, и тут, да, это очень грустный, да, момент, потому что и в фильме очень грустный момент, и тут, это был, как я говорю, это был апрель. Ну, это было несколько месяцев спустя. В принципе, мы все надеялись, что... И в тот момент, когда я это увидел, я, наверное, осознал уже в какой-то степени для себя, что, наверное, все наши надежды, которые связаны с его выздоровлением, они, к сожалению, не оправдаются. То есть мы постоянно верили, естественно, в этот фильм, и то, что он мне уложил, вот это... Его конечное послание, я очень расстроен в этом смысле. Ну и потом, как бы, все, что произошло, это последствия. Он всегда говорил, не надо, он шутил много по поводу жертвоприношения, по поводу ностальгии, говоря о том, что надо прекращать делать фильмы автобиографично. Все, что я задумал в фильмах, все происходит, действительно реально случается со мной. Например, история Горчакова, который никогда не вернулся в ностальгии, да, в Россию. Я мог бы попытаться не возвращаться в Россию, но лишь помысел об этом убивает меня. Ибо мысль, что я не увижу больше родной деревни, милых берез, не смогу более вдохнуть в грудь воздуха детства, для меня невыносимо. Я очень люблю свою страну, совершенно не представляю, как можно, так сказать, жить долго вне ее. Вот я здесь нахожусь уже больше года, я уже страшно соскучился по своим родным местам, по своей деревне, где у нас есть дом, в котором я живу, свою землю, которую я называю свою родиной. И о жертвоприношении герой, как бы в сценарии, в первом варианте, там не было ядерной катастрофы, это была более камерная история. Он заболевал раком, и он спасался благодаря участию Марии, ведьм, она, любви. Вот, и после этого он говорит, все, хватит, я больше снимаю. Это уже болезнь, она показывает мне, что надо делать какие-то абсолютно другие сюжеты, не связанные с моей судьбой, с моей жизнью. Видимо, это ему не удавалось, потому что каждый фильм Тарковского может биографичен, то есть как бы это сделать. Как я понимаю, Александр считает странным, когда человек сам добровольно превращается в произведение искусства. В большинстве случаев результат всякого поэтического труда очень далеко стоит от автора, и зачастую просто не верится, что образец мастерства – это творение чьих-то рук. Но, что касается актеров, то здесь все наоборот. Здесь автор сам выступает в роли собственного произведения. Простите меня за этот вопрос, но спрошу все равно. А вы помните день смерти отца? Вот просто этот день и момент, когда вам сказали, что папа умер? Да-да, я его хорошо помню. Я был в Италии в тот момент. Мне, опять же, не сказали, что ему хуже до такой степени, что он может умереть. То есть, как бы, я уже привык в течение месяца практически года. К сожалению, это такая болезнь, где она постоянно как карусель то вверх, то вниз, то состояние меняется, и никак нельзя сказать, загадать вообще исход, и как это будет развиваться. Поэтому в тот момент я вообще не думал о том, что ему так плохо. Мы говорили по телефону время от времени. Ну, как-то там недели, где-то там уже не говорили. Ну, вроде бы он, видимо, на речении был в Батнице. И приехал друг отца, Франко Тирелли, ближайший подруг итальянец во Флоренцию. Я там был с бабушкой. И сказал мне, что занятный момент. И это был такой шок, потому что я, как бы, никто мне выпускал. Приехал Франко, мне выпускал. И после мы так же просто поехали, сидя в машину, и поехали на машине в Париж. Уже на похороны. Так что все было очень неожиданно. Как всегда, смерть, она всегда неожиданна. В любом случае. Один раз мне приснилось, что я умер. Это было как-то очень похоже на правду. И я почувствовал такое освобождение, такую легкость, такую свободу невероятную. Что именно, очевидно, вот эти ощущения, вот этой свободы и легкости как раз и дало мне впечатление, что я умер. То есть, освободился от всех связей с этим миром. Во всяком случае, я не верю в смерть. Никакой смерти не существует. Существует только страдание и боль. И часто человек путает эти два понятия. Смерть и страдание. На мой взгляд. Не знаю. Может быть, когда я сталкиваюсь прямую с этим, мне станет страшно, и я уже буду рассуждать иначе. Трудно сказать. Как складывалась ваша жизнь с мамой после смерти папы? Ну, мама посвятила себе свою жизнь отцу, да? Она жила ради него, жила им в какой-то степени, да? И она после смерти стала организована институт отца и меня отца. Вместе с друзьями, тем же Ростроповичем, Брессоном, Шарлем и Максимилианом Шерлом, еще другом, близкий актер немецкий. И она как бы бросила всю свою энергию, которая у нее была. Она была чрезвычайно энергичной, сильной, волевой и такой. И она бросила на организацию этих вещей. И, конечно, отца его не доставало, не хватало постоянно. Это чувствовалось, но она посвятила созданию института, сбору архивов, первых публикаций, книг. Это все создано благодаря ей, ее энергии, ее силам. Но вся эта энергия была как бы реакцией на ту пустоту, которую оставил отец. И которая не была восполнена ничем для нее и никем. Ни близкими людьми, ни этой работой. И, в принципе, она тоже прожила довольно недолго после отца. Она в 98-м году ее не стала. В 19 лет? Да. Кстати, умерла она в той же больнице, где скончался отец, только на этажом выше. И хоронен они рядом. Я заранее тоже хочу попросить прощения за этот вопрос. Можете на нее не отвечать. Но я должен спросить, как уже после смерти мамы и, может быть, даже когда она была жива, как вы лично переживали огромное количество разговоров, сплетен, которые в том числе и публиковались в книжках, в разных фильмах и так далее, о том, что там, где образ вашей мамы и роль вашей мамы, она довольно-таки критическая, скажем так. Как вы это все просто... Я просто пытаюсь себя представить сыном, и неважно, что там происходило, и чтобы маму твою такая-сякая, и тогда как вы это все пережили? Знаете, если реагировать на каждое, что такие заявления, фильмы и так далее, естественно, можно потерять голову. Но рядом с великим человеком всегда есть великая женщина. И, конечно, ее фигура, она все время пыталась его защитить, оберегать, дать ему возможность творить. И, естественно, все шишки валились на нее, в какой-то степени, очень часто. Поэтому... А реагировать на какие-то эти вещи, это значит опускаться на уровень тех людей, которые эти сплетни распространяют. Это меня не интересовало. У меня... Понимаете, взаимоотношения между отцом и матерью, то есть Ларисой и Андреем, это отношения знают только они, да? Та любовь, почему они были вместе, почему они остались вместе, несмотря на что, почему их так связывал, почему он так нуждался в ней, она в нем. Тут можно рассказывать огромные, сплетничать сколько угодно, а это остается фактом. Так что я знаю просто, как моя мать любила отца и что она для него сделала реально. И этого мне достаточно, чтобы не реагировать на все эти сплетни и на все, что связано вокруг всего. А сплетен очень много, и они существуют всегда и при всех, тем более при такой фигуре, как отец. И поэтому, в принципе, когда ее не стало, я начал заниматься и тоже это работаю. И сколько вам лет было, получается? 28 лет? 28 лет, да. И вы остались один? Да, да. Бабушка умерла месяц после... Да, она узнав о кончине мамы, она тоже как бы отказалась жить. Вот. И да, был довольно страшный год, период, но тем не менее, как бы вот эта работа, я взял на себя эту работу по институту. Отец как бы сам хотел, чтобы я занимался его наследием, творчеством. И я продолжил, потому что она, это нужно, мне кажется, что... Но 28 лет остаться одному. Ну, такая жизнь. Такая судьба, ты тоже ничего не поделаешь, но, видимо, так. Вырастаешь довольно быстро. Развенчайте один миф, если это миф. Мартиролог, дневник вашего отца. Иногда пишут, что мама его довольно... имела отношение к его редактуре, перед тем, как он был издан. Это правда или нет? Нет, она редактировала его. И первое издание, немецкое издание дневника, мартиролога, немецкий издатель потребовал второй том. И он потребовал, чтобы был дополнен материалом. И там мама не дописывала, она дописала там несколько статей, несколько писем, дополнила его. Но мартиролог, который мы опубликовали, вот вы видите, это полностью мартиролог, который писал отец, и там ничего не дописано, никем. так что это тоже некоторые легенды. И мне кажется, что если сравнить эти тексты, там все ясно стало. Скажите, пожалуйста, кого из русских режиссеров, из современников, своих собственных, может быть, из знакомых и так далее, ваш отец ценил больше всех, как режиссеров? Вы знаете, я не буду судить сам, он в каком-то интервью говорил, что среди режиссеров российских он видит несколько имен, которые ему близки, которых он любит. Это Параджанов, Герман, Иосилиани. Три режиссера, которые он любил. Какой фильм вашего отца вы сами пересматриваете чаще всего? Вы знаете, сейчас я как раз работаю над картиной, мне пришлось пересмотреть их все в течение года, но... Не знаю, наверное, «Сталкер». «Сталкер» мне дорог тем, что я... Мне довелось побывать на съемках, когда все поверьенные съемки были здесь, на массафильме. Это вот напротив. Я мог ходить туда, когда я хотел, и практически был там очень часто. И мне было уже где-то 9-10 лет, уже возраст довольно сознательный. И вот удивительное это состояние, площадки, киноплощадки, «Сталкер» павильон удивительный, интересный. Как были созданы все эти вещи уникальные в этом павильоне, какими силами это... Удивительно присутствовать в этом во всем, смотреть за процессом, следить фильм об этом. «Сталкер» 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 Естественно, он для меня очень дорог, потому что я видел, как он создавался. А вы видели актерскую, собственно, работу, как они работают на площадке? Кайдановский, Солоницын, Гринько. Да, да, да. И Фрейнлих. Вот эта замечательная сцена Фрейнлих. Какая истерика, монолог ее, какая-то последняя. Удивительная. Просто такая судьба. Какая жизнь, такие и мы. А если бы не было в нашей жизни горе, то лучше бы не было. Хуже было бы. Потому что тогда и счастья бы тоже не было. И не было бы надежды. И вот это все я увидел, и это, конечно, удивительные воспоминания об этом. Ну, помимо того, что фильм, я считаю, один из, наверное, моих самых любимых. Вы сейчас постоянно живете во Флориносово? Да. Там дом, который Майоря предоставил отцу. Там все его архивы. Мы собрали все материалы. Здесь его архив Тарковского находится. Там, под охраной Министерства культуры Италии. Там мы работаем с материалами. Там мы проводим все наши деятели, связанные с наследием отца. Это вы уже сколько, получается, лет? В 86-й, сейчас у нас 2019-й. В 14-й и до 33-й года уже там. Вы себя ощущаете русским? Конечно. По мировоззрению, по мышлению, по складу характера. Естественно, я русский. Понятно, что прожив там много лет, предлитаешь какие-то определенные. Но это все поверхностное. Я думаю, что мы русские, они остаемся русскими в любых условиях. Куда бы нас ни забросило. Я сейчас вот смотрю на вас. Вы сейчас повернулись, туда посмотрели. Вы так похожи на вашего дедушку Арсения Александровича. Просто фантастика. Это я клянусь, это вообще невероятно. Вообще невероятно. Есть фотографии, очень известные его, где он. В вашем возрасте приблизительно. Просто вообще одно лицо. Три ваших любимых композитора. Ну, очень просто. Ну, как бы, может быть банально. Бах, Бетховен и Моцарт. Спасибо. Вы знаете, мы за... Вот когда выйдет эта программа, люди оставляют комментарии, вопросы для вас. Мы выбираем лучший. И от вас подарим пять книг за лучший. Вам нужно назвать эти пять книг, которые вы бы хотели, чтобы человек получил от вас в подарок. Интересно. Что вы имеете, классику или... Все что угодно. Классика, современ... Не важно абсолютно. Просто вот пять книг, которые вам дороги. Человеческие. Ну, они могут быть недорогие, но другим могут быть неинтересны. Это не важно. Для этого будет важно, что это подарок от вас. И от вас. Ну, тогда, наверное, любимый идиот. Федор Михайлович. Федор Михайлович, конечно. Который мечтал снять ваш отец. Да. Ну, вы знаете, по-моему, он все-таки своего Достоевского он снял. У меня такое впечатление, что в каждом фильме есть цитаты Достоевского. Это все про Достоевского. В какой-то степени. Потом... Сто лет один участвовал артист. Поэзию тоже включается? Ну, тогда Евгений Онегин, конечно. Если дарить, это собрание сочинения Арсения Тарковского. Сейчас вышли замечательные два тома. Это четыре мы назвали. У нас Маркес, Достоевский, Тарковский, Арсений Александрович и Евгений Онегин. Еще одна. Еще одна. Тогда, может быть, совсем другое, но интересное. Да. Хорошо. Божественное. Девай, как он. Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо, Ладно. Это очень для меня важно вообще. Потому что я... Для меня... Все, что связано с вашим папой, творчеством, все, что он писал, это такая огромная часть моей жизни, которая продолжается. Я все время возвращаюсь к мартирологу и к... Фильмы пересматриваю постоянно, причем все. Вот это для меня очень важно. Спасибо. Я понимаю. И за вашу работу, потому что все, что это продолжается, все как-то это все... Все это живет. Понимаете, если это как-то этим не заниматься, это все остановится и быстро забудется о интересах. И вот люди действительно сейчас очень часто к этому обращаются. И я чувствую, что это нужно просто. Это нужно невероятно. И вот даже за границей, в Италии, это постоянно востребовано. И я знаю, что если это остановить, это просто будет для меня, если я не прощу. Причем сейчас интересно, вот выросло поколение людей, если там в 90-е, как-то там, начало 2000-х было людям не до этого, то сейчас вырастает поколение, уже выросло поколение молодых людей, для которых такое кино вообще, и такое отношение к творчеству, это очень-очень-очень просто. Да, и причем именно молодые... Вот сейчас ребята, которые приходят, там, в институт обращаются, вообще, в 17-19 лет. То есть раньше как бы это были люди, которые знали, там, современники и так далее, а сейчас именно это очень важно, чтобы они именно правильно это все, и как можно больше узнали об этом. Потому что все это очень важно. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok